Отопительный сезон в Новосибирске закончится 21 мая. Соответствующее распоряжение уже подписано. Решение было непростым. Холодная весна заставила мэрию сомневаться в сроках. Однако, по данным гидромедцентра, уже со следующей недели будут стабильные плюсовые среднесуточные температуры. Именно это повлияло на определение даты окончания отопительного сезона. В некоторых домах даже зафиксировали так называемый переток, когда люди не могут сами отрегулировать температуру в квартирах и страдают от жары. Мы уже третий год в городе Новосибирске. Не дожидаемся соблюдения именно вот этой климатической нормы пятидневка плюс 8 градусов. Как только мы видим, что температура начинает повышаться и как среднесуточные температуры начинают повышаться выше 8 градусов, мы заканчиваем отопительный сезон. А почти сразу по завершению отопительного сезона теплосети ждут испытания. На этот раз не только гидравлические, но и температурные. Впервые за пять лет городские трубопроводы будут испытывать на прочность горячей водой выше 130 градусов. Это нормальная практика, она соответствует правилам технической эксплуатации теплосетей. Испытание на максимальную температуру – это испытание на разрешенную температуру для того, чтобы убедиться, что в следующий отопительный период трубопровод и оборудование тепловых сетей нормально отработают в своем режиме. Во время испытаний возможны порывы. Об опасности энергетики будут предупреждать заблаговременно при помощи листовок, баннеров и памяток. Испытания пройдут в три этапа. Начнутся с зоны ТЭЦ-5. Это Первомайский, Дзержинский и Октябрьский районы, а также зоны Кировской районной котельной и котельной оловокомбината. У тех потребителей, чьи теплоносители бойлеры стоят в домах, горячую воду отключат, чтобы из крана не пошла слишком горячая. Но не более чем на пару дней. Остальных жителей мегаполиса отключение горячей воды из-за испытаний не коснется. Сразу после начнутся гидравлические испытания с конца мая до середины августа. Для чего мы эту технологию внедрили уже несколько лет и дальше ее развиваем? Чтобы меньше было именно количества отключенных единовременно жителей без горячей воды, испытания мы растягиваем. Но это нам еще позволяет сконцентрировать наши силы и людские технические ресурсы именно на устранении дефектов при испытаниях на плотность.